Какие планы? Будет ли Луганщина украинская? Конечно, будет украинская, будет в составе Украины. Насчет планов, я считаю, что нужно действовать решительно. С одной стороны, люди имеют право на протест, люди имеют право на свои политические взгляды. С другой стороны, человек с оружием – это террористы. То есть разговаривать с террористами и договариваться мы не о чем не будем. Хотят люди проведать референдумы, хотят решать свои местные проблемы. Пожалуйста, давайте решать. Но сначала сложить оружие. А готов ли будет Путин взять на себя такую ответственность в прислании за террористов? Нет, я думаю, что не Путин, это же не дурак. То есть это все Кройский и Ефремова, в конкретном Луганске? Да, я думаю, что к этому причастны именно депутаты партии регионов. Ефремов, Медяник, Тихонов, Килинкаров, я думаю, где-то тоже стоит. То есть понятно, что это схема, по моему мнению, схема какая? Сначала финансируют такие акции, а потом входят в центральную власть и договариваются, что мы там решаем, но вы не трогайте наш бизнес, вы там дайте нам возможность дальше зарабатывать на нелегальных копанках, на Коммунбанке, на газовых заправках и так далее. Это же все бизнес в Краве, перевозке, 2000 маршруток каждый день, даже по 100 долларов, 200 тысяч долларов каждый день Кравченко ложит в кармунку. В Галенко, в Ефремово, Копанке, в Галенко другой бизнес, то есть все сидят на газовой заправке. То есть все сидят на бабках и хотят дальше зарабатывать бабки при любой власти, а людей используют как пушечное мясо. Я вчера спрашивал Зимашенко, знает ли она, что Ефремов спонсирует сепаратистские акции, готова ли она что-нибудь сделать, чтобы его остановить, может быть, завести уголовные дела. А по-задителю моя сказала, что нужно разбираться, уходил от вопроса, почему так? Ну, потому что я думаю, что они пытаются договориться с Ефремовым, а я считаю, что не о чем с ними договариваться. Мы не можем не о чем договариваться, договариваться с людьми, которые взяли оружие в руки, сложить оружие, потом все разговоры. Пока оружие в руках, никаких разговоров, это террористы. С террористом разговор короткий. Или в тюрьму, или ногами вперед на планище. Спасибо. Пожалуйста.